и из Макеевки. То есть, оголить весь данный участок фронта и, ну, скажем так, поставить ополчение в случае неожиданной атаки противника в крайне тяжелое положение. Поэтому, естественно, линия фронта должна была быть отодвинута. И после того, как украинская сторона нарушила, то есть отказалась выполнять линию разграничения, поддерживать, начались бои за аэропорт. В остальном же... Давайте сейчас на карте, вот, покажите нам, где непосредственно находится аэропорт. Ну, непосредственно аэропорт. Вот, это здесь административный комплекс аэропорта, то есть терминалы, различные сооружения. Взлетно-посадочная полоса уходит в северном направлении, в сторону Опытного и в сторону указанной здесь части ПВО, где, собственно, и базируются украинские военные. На самом деле, в аэропорту никогда не было сосредоточено большого количества артиллерии, которая обстреливает Донецк. Вот это самая распространенная точка зрения была всех экспертов военных, которых мы послушали до этого, что именно из аэропорта удобно вести огонь по Донецку. Летом, летом в июле, особенно в начале августа, действительно с территории аэропорта осуществлялись обстрелы центра Донецка. Самоходные орудия выходили, подходили непосредственно к терминалам и оттуда вели огонь с достаточно близкого расстояния по центру города. Однако уже в последние два месяца там не находилось никакого тяжелого вооружения, кроме танков и БМП. И обстрелы все ведутся из района населенного пункта Опытное. Вот оно указано здесь. Артиллерия установлена в глубине, а с вышки аэропорта только велась частичная корректировка артиллерийского огня. А сейчас вышки аэропорта, насколько я понимаю, не осталось там? Нет, вышка была уничтожена выстрелами, несколькими выстрелами танка. Вышка рухнула, ее там нет сейчас. Ну вот сейчас мы можем, собственно, наблюдать на экранах то, что осталось от аэропорта, всю разрушенную его инфраструктуру. Ну, как вам кажется, почему все-таки было принято решение со стороны Киева, со стороны украинских военных этот объект сдать? Ведь многие говорили, что это некий символ, это военный трофей. На странице батальона Азов в фейсбуке написано, что это было, ну сравни битву в битве за Сталинград, что это был для них дом Павлова. Почему сейчас они решили отступать? Никакого отступления как такового не было. Аэропорт был взят еще практически четверо суток назад штурмом, взят подразделениями ополчения, взят подразделениями Спарта и Сомали. В ходе боев еще в течение примерно суток-полутора зачищались небольшие блокированные группы противника, которые оставались в подземных помещениях на первом этаже аэропорта. И ни о каком отступлении украинских войск оттуда речи не идет. Часть украинских военных сбежала в ходе штурма, часть попала, те, которые не сбежали, все попали в плен. Вчера буквально секретарь СНБО Турчинов собирался ехать в аэропорт для того, чтобы проверить там обстановку и принимать какое-то решение, видимо. Вообще вот кто подобного рода решение принимает? Сдавать объект или нет? Объект невозможно сдать, если он уже взят. Дело в том, что все, что говорят украинские военные политики, это надо не то, что на 2, на 3 делить, это надо делить на 10, если это вообще хоть как-то соответствует действительности. Дело в том, что украинская сторона сама попала в ловушку, провозгласив аэропорт ключевым объектом и придав ему такое большое значение, после того, как он пал, им всего лишь остается делать хорошее лицо при плохой игре. Мы, кстати, проводим сейчас опрос на сайте rbctv, rbc.ru, интересуемся у нашей аудитории, их точкой зрения, сдача украинскими военными аэропорта Донецка, это что? Это победа ополчения, так считает почти 35% посетителей сайта, тактических украинских, так думает 12%, никакой сдачи нет, бои возобновятся. К сожалению, точка зрения набирает наибольшее количество голосов, 53,5%. Вероятность высока, что возобновятся обе бои? Бои в районе аэропорта, они, собственно говоря, не прекращались и не прекращаются, поскольку аэропорт это не остров в океане, это всего лишь одна из тактических точек на окраине Донецка, где бои идут. Бои продолжаются и в Авдеевке, и в Песках, которые являются как бы пригородами Донецка, не как бы, а являются. И, соответственно, это все очень небольшие на самом деле расстояния, тем более, ну, говорить о полном, ну, завершении боев можно будет только, когда они закончатся в этих двух населенных пунктах. Так, было перемирие, ну, во всяком случае, оно, естественно, нарушалось обеими сторонами неоднократно, но, тем не менее, мы отмечаем усиление боевых действий, очевидное, где-то с 9 января. Вот, как вам кажется, кто нарушает и почему это происходит, почему не удается сохранять режим тишины? Собственно, режим тишины не сохранялся практически за все время после так называемых Минских соглашений ни одного дня. Даже в максимальное, ну, максимальное тихое время, то есть непосредственно во время празднования Нового года, когда несколько дней обстрелов практически не было, где-то все равно локальные перестрелки продолжались на линии фронта. Почему? По одной простой причине, украинская сторона никогда не рассматривала данное перемирие в качестве что-то обязывающего для себя. То есть они рассматривали перемирие исключительно с утилитарной точки зрения, с военной, о чем я неоднократно говорил. Вы считаете, что Минские соглашения были ошибочными? Не надо было? Я не буду критиковать Минские соглашения, но я отвечу на предыдущий вопрос. Минские соглашения украинская сторона рассматривала только как время для подготовки, переподготовки, перевооружения, приведения в порядок своей армии. И, соответственно, они никогда не скрывали ни в прессе, ни в официальных заявлениях свое намерение продолжить военные действия. Поэтому Минские соглашения, если их с чисто военной точки зрения судить, они были выгодны только украинской стороне, которая находилась на грани полного разгрома в начале сентября. Она достигла своей цели, украинская сторона? Да, украинская сторона достигла своей цели в той степени, в которой они могли достигнуть. То есть они сумели фактически заново сформировать южный фаз фронта, южный участок от Донецка до Мариуполя, который у них на момент заключения соглашений практически отсутствовал. Они смогли осуществить ротацию, отдых, пополнить подразделения и техникой, и людьми до состояния намного большего по численности, чем было до Минска. За счет чего? Кто им помогал это делать? Ведь состояние украинской армии, оно, в общем-то, весьма плачевно. И почему не работали аэропорты Харькова, Днепропетровская, Запорожье? Ну, почему же они... Да, они работали на прием в течение двух, а местами трех суток. Они были полностью закрыты. Единовременно было переброшено большое количество вооружения западных образцов, в первую очередь противотанкового. В частности, было переброшено большое количество противотанковых управляемых комплексов «Джевелин», которые представляют очень большую опасность для любой современной бронетехники. Как вы относитесь к нормандскому формату переговоров? И как вам кажется вообще, что должно произойти для того, чтобы война на Донбассе закончилась? Для того, чтобы война закончилась, необходимо, чтобы одна сторона, именно Украина, не хотела ее далее вести. Пока мы имеем явный дисбаланс между намерениями России и намерениями Украины. Украина не согласна ни на какое мирное урегулирование как таковое. Они собираются воевать и не скрывают данного намерения. Все остальное, что они делают, это они делают чисто исходя из тактических соображений, которые им сейчас так выгоднее. Если они снова потерпят поражение на фронте, они снова будут пытаться заключить перемирие, но они не прекратят готовиться к войне. Очередная попытка заключить перемирие была совершена буквально накануне. В Берлине стояла встреча глав МИД Нормандской четверки. Сейчас к нам присоединяется Сергей Марков, директор Института политических исследований, член общественной палаты, у нас в студии в отеле «Арат Хаят». Сергей Александрович, как Вы можете прокомментировать очередную встречу в Берлине и как Вам кажется, насколько реальным будет отвод тяжелой военной техники от линии разграничения? На этот раз работает, либо опять нет? – Прежде всего, я хотел поприветствовать Игоря Сырлкова, настоящего мужественного человека, ставшего русским чагеварой в течение 2014 года. К сожалению, ему пришлось принять участие в этом тяжелом противостоянии, когда ставится попытка, по сути дела, уничтожения русского мира. Что касается отвода тяжелых вооружений, я полагаю, что сейчас такие шансы появляются, поскольку Киев потерпел поражение. В то же время, судя по всему, вот эти боевые действия, которые сейчас ведутся, они не включают в себя весь массив вооруженных сил ни Украины, ни Новократии. Поэтому обе стороны и, прежде всего, Украина размышляют. Без сомнения, Новороссия, Донецк, Донбасс, у них нет шансов. Они вынуждены оттеснять вооруженные силы Украины от Донецка, поскольку постоянно продолжаются расстрелы мирного населения и инфраструктуры с целью создания гуманитарной катастрофы. Не может руководство ДНР позволит, чтобы это продолжалось бесконечно, хотя бы потому, что в этом случае население будет отказывать им политической поддержки в доверии, если они не смогут защитить. Они вынуждены идти вперед. Поскольку сейчас Киев не может остановить вот это вот мягкое выдавливание армии Новороссии и украинских сил, то я думаю, что сейчас он пойдет на временное перемирие и сделает вид, что хочет отводить в том числе тяжелые вооружения. Однако эти тяжелые выражения де-факто отводиться не будут. Надо понять, что Петр Порошенко, который ориентирован на мир, практически отстранен от реальной власти. Ключевые структуры силовые подчиняются Турчинову, этому, по сути дела, военному преступнику, который 16 апреля после тайного визита к нему директора ЦРУ отдал приказ о начале полномасштабной военной операции на Донбассе. Поэтому он и дальше будет выполнять те же самые приказы. Задача максимально громить и использовать вооруженные силы. А цель какая? Для чего? Для чего цель какая у Порошенко? Цель следующая. Не Порошенко. Порошенко хочет мира, однако он фактически отстранен от власти и вынужден лавировать там. Цель достаточно простая. Они хотят подавить обязательно Донбасс силой, обязательно, чтобы он вошел в состав Украины без политических прав. Это позволит сделать из Украины антироссию с тем, чтобы начать войну против России. Я уверен, что готовится уже половсредство для десантирования в Крым. Уже один из батальонов там назвали Кубань. Более того, я уверен, что боевики права сектора и молодых студентов патриотических глупеньких готовят в качестве террористов, которые будут взрываться в российских городах, в автобусах, в метро и так далее. Такой дьявольский план, я уверен, существует обязательно. Наша задача его остановить. Как можно остановить этот план? Вообще тоже разделяете такую точку зрения, что тема Крыма может вновь встать, а там тоже могут начать? Я более того, я стопроцентно уверен, что если украинской стороне удастся разгромить Луганскую и Донецкие народные республики, они немедленно начнут вооруженные провокации в Крыму. Это аксиома, которую, собственно говоря, они не скрывают. Хорошо. Что может ополчение противопоставить этому плану и, собственно говоря, достаточно ли у него поддержки? Я полагаю, что ополчение не способно, конечно, одной только Луганской и Донецкой республик, не способно противостоять в полной мере всем вооруженным силам Украины, всем ресурсам, тем более постоянно подпитываемым с Запада. И вооружением, и инструкторами, и финансами. Поэтому, конечно же, без поддержки России Луганской и Донецкой народной республики в случае полномасштабного наступления украинских войск не удержатся. А какой должна быть поддержка России? Я полагаю, что в первую очередь Россия должна, если... Ну, я вообще поступаю за то, чтобы Россия максимально защитила население Донецкой и Луганской народной республики. Вела свои войска туда? И при необходимости в том числе. По одной простой причине, эту войну надо прекращать. Эта война прекратится только тогда, когда будет разгромлена Киевская хунта. Я ее никогда не переставал называть хунтой. Они настроены на войну. И мое глубокое убеждение, что если одна сторона хочет воевать, то сколько бы мы ей не высказывалось мирных предложений, это будет, как говорится, метание первых перед свиньями. Сейчас, вот я не знаю, какая поддержка оказывается ополченцам, но она достаточна или нет? Либо все-таки это... Я не хочу обсуждать данный вопрос, поскольку не хочу влезать в компетенцию людей, которые занимаются сейчас Новороссии. Я уже очень давно оттуда уехал, к сожалению. А вы сейчас чем занимаетесь? Я сейчас занимаюсь вместе со своими товарищами гуманитарным снабжением, насколько это в наших силах. То есть негосударственным снабжением Новороссии, ополчение и население, необходимым для выживания просто товарами. Еще одна тема, которую просто нельзя не обсудить, это взрыв остановки общественного транспорта в Донецке. Хочется ваше компетентное мнение по этому поводу услышать, что это могло быть, кто это мог быть. И вообще, неужели так сложно на практике доказать, кто осуществил подрыв? В данном случае я не могу что-либо комментировать, потому что там я не нахожусь, то есть именно от себя. Но я сошлюсь на мнение своего боевого товарища, генерала Сергея Николаевича Петровского, начальника разведки Донецкой Республики, с которым стараюсь по мере сил поддерживать связь. И он меня заверил, что действительно это совершен теракт. Теракт был совершен одной из пяти диверсионно-разведательных групп, которые проникли в Донецк двое-трое суток назад. Три из этих групп ликвидированы, две по состоянию на вчерашний вечер еще продолжали действовать. В частности, использовалась стандартная украинская тактика, которую они использовали еще в Славянске, когда замаскированные гражданские автомашины не выпускаются серия минометных мин, калибр 82, реже 120 мм, обычно 82. В случае, если ополчению дастся отодвинуть линию сопротивления, вот подобные трагедии смогут предотвращать ополченцы или нет? Нет, от подобных трагедий, конечно, никто не застрахован, однако надо понимать, что люди гибнут, и без диверсионно-разведательных групп гибнут ежедневно. А для чего эта диверсия была осуществлена? Для того, чтобы затормозить мирный процесс? Собственно говоря, мирный процесс украинская сторона вообще не рассматривает пока в качестве основного. Поэтому для них удобна и выгодна любая провокация, любые смерти, во всем все равно будет обвинено ополчение. По их мнению, мы сами обстреливаем и Луганский, и Донецк. Достаточно посмотреть их средства массовой информации. Ну что ж, спасибо вам большое за ваши комментарии. Я напоминаю, что со мной в студии был Игорь Стрелков, а с нами на дистанционной связи был Сергей Марков. Всего вам доброго и до новых встреч.